Добрый день дорогие подписчики, с вами компания Печной Мир. Рассмотрим этапы работы на примере вот этого камина. Все работы начинаются с проектирования. Прорисовывается полная визуализация, порядовка и каждый элемент с количеством и видами обработки для передачи в цех. Начинаем работу в цехе, обрабатываем весь кирпич. На сухую собираем камин с подгонкой всех кирпичей на месте, чтобы уйти от пыли и грязни на объекте. Собрав его мы начинаем разбирать, пронумеровывая каждый кирпич для удобства сборки на объекте. Далее весь кирпич обеспыливается, моется с губкой и грунтуется. В это время на объекте приступаем к демонтажу вот этого камина, так как он себя уже изжил и стал небезопасен. Подготавливаем помещение к разборке. Накрываем кухонный гарнитур, мебель, камин закрываем пленкой. Подвешиваем старую трубу, клиент ее решил оставить. И приступаем к разборке камина. После разборки открылась вот такая картина. Были прогары. Очень небезопасно. Что мы применили в нашем случае? Видите, закопченные до стенки. Что мы сделали? Мы набили два слоя асбеста. Два слоя асбеста прямо на деревянную конструкцию. Сделали воздушную отступку с помощью прокладок из листав мини-рита. По 4 см здесь разрезаны такие полоски. Под краем, вот они с торца их видно. Видно, значит, набиты были полоски мини-рита с выравниванием стенки. И потом уже на эти полоски с воздушной отступкой от асбеста смонтированы листы мини-рита. То есть, кладка кирпичного массива будет осуществляться с отступкой в 4-5 см от стенки. То есть, следующий кирпич ляжет вот сюда. Задняя стенка будет проходить вот. Это холодная четверть, так называемая. Когда нет прямого контакта кирпича с пожароизоляционным материалом. То есть, и создается такая конъективная рубашка. Конъективная рубашка. Кирпич нагреваясь, нагревает воздух. Воздух поднимается нагреваемый. Удаляется, да. То есть, создается поток. Поток. Инвективный поток воздуха. То есть, это защищает от перегрева стенку. То есть, когда нет прямого контакта. То есть, вот этот пирог абсолютно пожаробезопасен. Раньше, в старых нормах еще предполагалось использование оцинкованного железа для закрытия асбеста. Но мы его заменили на минирит. Это хороший пожароизоляционный материал, который можно в дальнейшем еще и облицовывать. То есть, клеить ее, клеточку, обои, все что угодно. То есть, прочный, прочный, крепкий, ровненький и совершенно симпатичный. То есть, вот такая пожарная разделка была здесь сначала изготовлена, то есть, смонтирована. Меры по пожаробезопасности применены. Приступаем к работе. Перед установкой желательно всегда прожигать топки, печи. Все, что покрыто термостойкими красками, чтобы при первом запуске у нас не было запаха. Нашу топку мы прожгли. Прожгли еще вчера, разогрели ее до 400 градусов. Так что, при установке и при первом запуске, я думаю, что у нас уже запаха в доме не будет. Вот так. К концу второго дня вышли к полке. И вот так интересно смотрится граненый кирпич в кладке. Плинтусный кирпич сделали специально под 90 градусов, чтобы можно было удобно стыковаться плинтусом к камину. Эффект грунта как раз позволяет хорошо отмывать, очищать раствор, который прилипает к кирпичу. Здесь мы видим арочку, также граненую. Очень интересный дает шарм нашему камину. В дровянике оставлены отверстия для конвекции. Эти отверстия дают возможность попасть в воздух, попасть в затопочное пространство за камином и создать конвекцию. Вышли на уровень топки. Топка проложена сверху керамическим шнуром для герметичности. Продолжаем строить. Установили решетки вентиляционные для конвекции. Вышли на уровень полки. Топка установлена. Все подключения выведены. Здесь мы видим, как мы шнуром прошли по всему периметру, чтобы стык с кирпичом и топкой был амортизационный и герметичный. Вентиляционные решетки установлены с обоих сторон для равномерного прогрева и равномерной конвекции в затопочном пространстве. Затопили камин, прогреваем, чистим кладку, подготавливаемся к сдаче объекта. По всем нашим работам мы получаем обратную связь от клиентов, видео отзывы. Сейчас мы это послушаем. Как так случилось, что у вас образовался вот такой отопительный прибор? Ну, у меня был камин. До этого он простоял 15 лет. Видимо, отслужил свой срок службы. У него развалилась задняя стенка. Потом, как оказалось, что это была не только задняя стенка, а вообще, в принципе, он пришел к каминам. То есть кирпич выгорел, да? Да, кирпич выгорел. Вот. Дети мне решили подарить такое чудо. Дети ваши молодцы. А кто придумал конфигурацию и образ того, что здесь будет стоять? Я так понимаю, что вы придумали? Нет, 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 нет. Боже, спасибо. Нам дали готовую картинку, ну, про образ, так сказать, всего сооружения. Ну, про образ, может быть, конечно, это было мое решение. То есть я вам определяла то, что мне надо, а уже все остальное, да, думали вы. А как вы про нас узнали? Через Александра. Через Александра. Вот, если бы так случилось, что, допустим, вам еще понадобилось бы в бане, допустим, что-нибудь там поделать с печным отоплением, или там на веранде, ну, или там в летней кухне, или там на улице просто, вы бы обратились в нашу компанию? Конечно. Конечно, то есть после того, как я увидела, как работают специалисты, естественно, только покажу компанию. Спасибо, спасибо за доверие. Значит, ну, надеемся, что вам подарят много тепла и радости сие сооружения. Я тоже надеюсь. Вам нравится вообще? Мне очень нравится. А как превзошло все мои ожидания? А что превзошло все ожидания? Да, собственно говоря, я, конечно, нарисовать эту картинку и нарисовала себе, но то, что это будет в оригинале выглядеть ровно так, и никаких отступлений, плюс подсветка. Подсветка, да, решает много, правда? То есть, вот граненый кирпич рельефный, да, с подсветкой выглядит совсем по-другому, чем, допустим, при общем свете. То есть, даже не так, а вот создается совсем другое ощущение, да? Сказка. Сказка. Просто, когда мы с вашими детьми разговаривали на тему освещения, они были против. Да, они просто не представляли. Визуально же представлять тоже это сложно. Да, то есть, были против. То есть, причем там у нас даже ушел инцидент делать или не делать. То есть, ну, потом, слава богу, все решилось. То есть, вы вот видите, все воплотилось до самой последней задумки. Спасибо, что говорили. Да, я его говорил. Прямо пришлось ругать его, представляете? Ну, спасибо вам, что выдержали, так сказать, задолго терпения, что долго все это тут происходило, и в канун Нового года. И, наверное, у вас уже и надежд не было, что мы к Новому году закончим, да? Правда? Вместе вы заканчивали. Значит, всего, все времени ушло сколько? Семь дней, да, сделали или восемь? Ну, здесь непосредственно внутри дома. Ну, наверное, что? Сегодня восьмой день, да? Восьмой день, да? Ну, как, по-вашему, это для вот такого сооружения быстро или это... Ну, учишь, что пришлось потратить, наверное, больше, чем день на то, чтобы сломать старые камни. Вы рассчитывали за один сломать, а сломали за два? Да, мы сломали, да, поэтому я в этих точках очень быстро. Быстро, да? То есть отработали быстро? Быстро, качественно, и, собственно говоря, не сильно напрягали. Не сильно. В плане, да, и угорка, и грязь, то есть это не напряжено. Ну, спасибо вам, спасибо большое, слава богу, что все так получилось. Будем радовать стараться наших существующих и потенциальных клиентов. Пожалуйста, обращайтесь. Всегда. Вот и завершили мы наш камин. Показали вам все этапы строительства. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Всего доброго. До новых встреч.